Радио Болтком Доброе утро! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Начинается программа «Климат-контроль» с Константином Рангсом. Морской геолог, ученый, журналист, пишущий о науке, популяризатор науки. Константин Рангс с нами на прямой связи. Доброе утро, Константин! Добрый день! Да, мы видим за окном, в принципе, несмотря на то, что сегодня обещают, перемену немножечко погоды в сторону ухудшения и дожди. Но, тем не менее, вот неделя была прекрасная, солнечная. И я представляю, с каким удовольствием люди бросились загорать на пляже. Да и не только. Вот проходишь через парк, рядом с радио видно, что прямо на газоне располагаются, расстилают там какие-то пледы. И молодые люди, молодые там девушки особенно, принимают солнечные ванны, нисколько не стесняясь, там как бы разоблачаются до купальников. Там, в принципе, сейчас как-то все это более... Это в советские времена там гоняли бы, там свистел бы милиционер, бабушки бы там тыкали пальцем и говорили нехорошие слова. Но сейчас как-то более демократично все. Вот насколько... Ну, мы хотели поговорить сегодня о наступлении лета и вот всех тех проблемах, которые связаны с загаром и прочими какими-то радостями и опасностями, вот летними опасностями. Ну, прежде всего, надо сказать, что лето действительно наступило. И вот то, что сейчас мы ожидаем, сегодня примерно около 14-15 часов грозу над Ригой, ну, это примерный подсчет такой, скорее всего, она будет, где-то, по-моему, дает 75-80 процентов, что будет. Это, в принципе, как раз признак такого уже развитого лета. Гроза должна быть, когда происходит столкновение теплых и холодных воздушных масс. И это естественный процесс. Завтра, то есть в субботу, ожидаются еще более сильные грозы. К этому тоже, так скажем, нужно отнестись с пониманием, потому что уже на следующей неделе температура сначала немножко просядет, а потом опять начнет подниматься. Это связано с тем, что сейчас играют два очень мощных антициклона. Один с центром над Казахстаном, представьте себе, и второй с центром за Британию. И есть, они устроили такой интересный такой хоровод, и есть еще два циклона, которые несут вот эти самые холодные массы, от столкновения с которыми образуются вот эти вот ливни и грозы. И сейчас вот эта вот зона дождей, она висела на центральной России. Но вот можно себе представить, самый мокрый город, наверное, это Воронеж. Он уже несколько дней, там такой потоп, что, в принципе, люди ходят, ну, по щиколотку, а кое-где и по бедро в воде, на улице. Вот это вот такое состояние. Мы много раз говорили о проблемах ливневой канализации, но там тоже присутствует. И говорят так, ну, она есть, но не успевают через маленькие трубы уйти вот эти огромные потоки воды. Тула, Казань. Господи, Волгоград затопило. Волгоград, который находится в весьма сухом таком регионе, вот именно из-за этой вот движения антициклонов, которые препятствуют уходу циклонов на север, и как раз вся вот эта вода полноценно так вылилась на центральную русскую равнину. Да мало того, что Россия. Уже в Латгалии же выпадали осадки, которых, кстати, здесь, в Риге, так и не увидели. Вот это интересный момент. Надо сказать, что у нас тоже вот они должны быть завтра, и очень бы хотелось, чтобы они не были такой могучей интенсивности, потому что, например, в некоторых местах в России за сутки выпадала месячная норма. Ну, не выдержит наша ливневка, месячные нормы осадков, это, как говорится, можно сразу быть в этом уверенным. Поэтому лучше пусть это погрохочет, прольется в умеренном количестве, польет клумбы вот эти вот, лужайки в парках, сельскохозяйственные вот так, да, вот. Но излишеств, пожалуйста, как сказать, не надо. Тем более, что у нас, по-моему, в Эцмилгравис, ну, вот по дороге в Эцмилгравис, там, где сейчас происходит эта развязка, ну, строительство развязки, и так там машины стоят в долгих пробках, и там вот есть это проблемное место, которое регулярно, как только начинаются дожди, там образуются огромные лужи, просто я представляю сочетание этих двух факторов, и огромные лужи, и плюс к этому еще машины, которые будут проезжать на медленной скорости и стоять там, если вот вдруг заглохнет, не дай бог, одна из машин, что тогда произойдет? Ну, да, то есть вот, как говорится, дождик нужен, но без излишеств. И дальше, вот как вот ожидается, сомкнутся вот эти два могучих антициклона в братской любви, и образуется такое мощное седло повышенного давления от Скандинавии до Казахстана, и мы окажемся как раз в зоне его влияния на следующей неделе. Там идут другие циклоны, но вроде бы такое ощущение, что они, во всяком случае, недельку выдержат, эти два антициклона, и на следующей неделе будет ясная солнечная погода. И вот как раз об этом бы и хотелось поговорить. Мы любим солнце, мы жители севера, по большому счету так. И, в принципе, мы, когда появляется это солнце, бросаемся к нему, что называется, со всей душой. И, как вот вы заметили, девушки бросаются на поляны, желая получить вот этот волшебный поток ультрафиолета, загар, чудесный цвет кожи, и все такое хорошее. Но ведь вся эта беда заключается в том, что мы ж не случайно белокожие. Надо сказать, что эволюция – очень жестокая вещь. Это не учительница, которая там учит чему-то, и вот мы вот под этим ее влиянием меняемся. Ничего подобного. Это, скорее всего, надзирательница или крайне жестокий экспериментатор. Принцип работы ведь какой? Допустим, вот мы возьмем 100 человек. От альбиноса до человека из синей, черной кожи и черными волосами. Вот так вот каждый следующий будет чуть-чуть темнее. И сформируем две таких группы из 100 человек. Одну отправим в Центральную Африку, а вторую отправим на крайний север, вот туда, за Лапландию еще. И надо сказать, что не нужно даже будет ждать поколений. Уже лет через 20 можно будет обнаружить, что те люди, которые живут белокожие на севере, более здоровы и лучше себя чувствуют, чем они же, живущие на юге. Дело все в том, что на практике получается жестокий отбор. Люди чернокожие в экваториальной Африке не потому, что они как бы загорали больше. Нет, просто белокожие люди успевали умереть, не оставив потомство. Ультрафиолет убивал их, создавая мутации и вызывая очень сильный рак кожи. И не только, кстати, кожи. Это очень важный момент. Они просто умерли, те люди, которые могли там рождаться со светлым типом кожи. Кстати, это проведено исследование, это не, так скажем, не размышления досужих философов. Это было проверено. А с другой стороны, на севере, вот в северной зоне, при недостатке ультрафиолета, кожа как раз нежная, которая позволяет ультрафиолету проникнуть вглубь тканей. И где этот ультрафиолет может способствовать выработке очень ценного для нас витамина D3. Ну, там целый ряд, да? Вот, это уже медики лучше расскажут. А с физической точки зрения нужно отметить, что как раз вот этот самый ультрафиолет, здесь он нам крайне необходим. Поэтому здесь выжили те люди, которые могут с наибольшей эффективностью всасывать ультрафиолет от солнца. А с другой стороны, в Африке и в горах Тибета, вот обратите внимание, там выжили люди, которые как раз имеют в своей коже защиту от ультрафиолета. Вот этот вот черный пигмент, да, он защищает от проникновения ультрафиолета, от разрушения. Но сгореть, обгореть, да, и заболеть, допустим, раком кожи могут афроамериканцы, африканцы, афроамериканцы, вообще люди негроидной расы с тем же успехом, что и люди, относящиеся к другим расам, в частности, например, белой. То есть это очень важный момент. Ультрафиолет, с одной стороны, нам очень нужен, а с другой стороны, он крайне опасен, если его нахлебаться слишком много, бесконтрольно. А как найти эту золотую середину? Ну, раньше все ограничивалось, если взять еще лет 30-40 назад. Нет, нет, есть приборы специальные, но кто же с этими приборами ходит загорать? Раньше все ограничивалось рекомендациями. 15 минут на солнце. Ну, вот такой вот, можно посмотреть старые вот эти вот путеводители, рекомендуется побыть на солнце 15 минут в первый день. Где вы видите отпускника, который придет на пляж и будет 15 минут или там даже 30 минут загорать, а потом, что называется, посмотрит на часы и уйдет с пляжа? Да не увидите вы. Люди, которые мы прекрасно в городе Курокте-Юрмале знаем, особенно, что когда люди приезжают в хороший день загорать, они шарятся там до последнего. Типа пока не сгорел, не загорел. Вот такой подход. Но нужно заметить, что на самом деле ультрафиолет – это субстанция такая, хоть и жесткая, но она блокируется нашей атмосферой. Не было бы на Земле никакой жизни, если бы у нас не было атмосферы. Ну, это непонятно, дышать нечем. Но, с другой стороны, если бы эта атмосфера пропускала ультрафиолет, жизни тоже бы не было. Потому что, как мы знаем, ультрафиолет, особенно если смотреть на длину излучения примерно 254 нанометра, это так называемый ультрафиолет С, он обладает совершенно потрясающим, катастрофическим уровнем разрушения микроорганизмов, даже на уровне микроорганизмов. Микробы гибнут. Это очень важный момент. То есть это излучение стерилизующее. Какая была бы жизнь на нашей планете, если бы ультрафиолет так спокойно ее бы поливал? Это очень важный момент. Ультрафиолет, кстати, образуется при ядерных реакциях на Солнце. То есть можно сказать так, что у Солнца совершенно определенная цветовая электромагнитная подпись. Там есть и радиоволны, и тепловое излучение. Полоса видимого света, который нам кажется такой широкой палитрой, крайне незначительная. От 780, это темно-красный, на границе с инфракрасным свет, заключает до фиолетового 400 нанометров. Вот она все, 380 нанометров. А вся огромная шкала, она там много, уходит и вправо, и влево, это вся шкала того, что мы не видим. Но видим-то мы это только потому, что как раз это наибольший пик излучения нашего светила. Это наиболее удобно для развития живых организмов. То есть когда живым организмам на Земле потребовалось что-то видеть, то как раз их весь инструмент, наш глаз, был подстроен именно под вот этот вот участок спектра. А мог бы по-другому? А? А мог бы по-другому, получается. То есть мы могли бы видеть совершенно другие спектры излучения. Не, ну теоретически тут сразу другая возникает проблема. Ультрафиолет разрушает органическую ткань, такую, которая существует на основе углерода, водорода. Вот нашу ткань. То есть глаза, способные видеть ультрафиолет, они бы, условно говоря, бы разрушились. Просто-напросто и не появились. Да, ультрафиолет видят некоторые насекомые. Но, прошу прощения, это насекомые, причем довольно мелкие. И видят они в области как раз ближнего ультрафиолета. В области ультрафиолета жесткого никто ничего не видит. То есть представить себе инопланетян из той же органики, из углерода, водорода, азота, серы, как мы, которые бы видели, знаете, в ультрафиолетовом свете жили бы. Это фантастика, это красиво, но биологически непонятно, как это должно существовать. А существа, которые бы жили бы исключительно в инфракрасном диапазоне, их представить можно, но там другие проблемы возникают. Уже тоже для их существования, потому что это тепловой спектр. И эти существа должны жить в условиях очень высоких температур. Как они будут жить? Потому что если при 40 градусах белки денатурируют, то есть, проще говоря, сворачиваются, то тоже непонятно. Ведь человек умирает от высокой температуры именно потому, что белки его собственного организма начинают, что называется, вариться, как варится яйцо в кастрюльке. Вот это очень важный момент. То есть, условно говоря, можно сказать так. Наше Солнце работает вот именно в том диапазоне, в каком это нужно для того, чтобы могла в этой Вселенной существовать жизнь. Хитро. Это, кстати, один из доводов тех специалистов, которые говорят, которые, по крайней мере, считают, что, в общем-то, существование жизни в космосе – это вещь крайне редкая. Почему мы не видим мимо летающие звездолеты других цивилизаций? Да потому что очень сложно собрать все вот эти вот кирпичики. Ну, давайте тогда от космоса перейдем к нам. Дело все в том, что это излучение. Современными учеными последние 30 лет делятся по так называемому индексу ультрафиолетовому. Ну, ноль – это отсутствие ультрафиолета. В наших краях это 4 месяца в году, так называемая биологическая ночь. То есть это, считайте, уж с ноября по февраль ультрафиолетового излучения до Земли просто у нас в Риге, даже в самый яркий солнечный день, не доходит. Оно поглощается атмосферой. Почему? Да потому что Солнце едва поднимается над горизонтом, и ему нужно пройти большой путь до нашего, так скажем, до поверхности, и его просто-напросто нет. А вот сейчас как раз в преддверии летнего солнцестояния Солнце максимально высоко, и можно сказать, что примерно около 13 часов по местному времени, по современному местному времени, с учетом всех изменений временных, наибольший пик вот этого солнечного излучения, ультрафиолетовый индекс где-то в течение получаса, ну, около часа, может быть, будет колебаться и превышать 6 баллов. Надо сказать, что 6 баллов – это практически в норме, это наша верхняя граница нормы. Например, для Испании там совершенно нормально 8 баллов, бывает кое-где и 9. В Африке в экваториальной 10, 11, 12 баллов. И есть даже места, где… Ну, про это я бы еще даже говорить невозможно. Есть места, где бальность превышает 16 баллов. Это горы Тибета и Гималаев. Потому что они высоко. И надо заметить, что каждые где-то 100-200 метров подъема в атмосферу уменьшает потери ультрафиолетового излучения. Поэтому всегда нужно учитывать, что, отправляясь на загар в горы, вы фактически как бы едете на юг к экватору. Вот это тоже очень важный момент. И даже уральские горы или, допустим, Татры, Карпаты с высотой в километр, они уже дают примерно 20-процентное увеличение этого самого ультрафиолетового излучения. Я смотрю, вы… Да, у нас есть, да, там звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Так вот все-таки как решить вот эту проблему? Солнце необходимо, но опасно. Вот я задам неделикатно тот же вопрос, который задавал ведущий. Вот вы, например, господин Рансов, как вот вы решаете? То есть быть на солнце на 15 минут никто себе, значит, не позволит. То есть все будут больше. Солнце надо, но солнце вредно. Как оптимум найти? Спасибо. Спасибо. Вот очень важный момент. Это я и хотел сказать. Что вот этот график, да, который напоминает кучку насыпанного песка, а он как раз и говорит о том, что, в принципе, 15 минут – это вот допустимое время лежать, загорать первый раз около часа дня. Вот в эти дни, вот сейчас, в эти дни, да, вот как раз, ну, можно сказать так, 10 дней до лига, 10 дней после лига – это вот оно, это самое время. Но стоит вам подождать 3 часа, то есть где-то 4 часа после полудня вы будете загорать, либо вы будете загорать раньше, то есть примерно где-то около 10 часов до полудня. В это время как раз излучение уровня уменьшится, и вам можно будет лежать не 15 минут, а 30, 5, 40, около часа. То есть вопрос заключается в том, в какое время вы будете лежать. Поэтому специалисты говорят о том, что, в принципе, если вы начинаете загорать, то да, вот как раз в самое жаркое время не идите на загар, либо утречком, либо где-то после 4 часов. Вот пока ваш организм еще не готов, то лучше, так скажем, не переусердствовать. Но есть еще очень важный момент, поскольку лично его был вопрос. Дело все в том, что если у вас есть подозрения какие-то, например, на появление папиллом, или, например, на появление различных новообразований родинки, или что-то еще, да, то это лично приносит для каждого человека свое. Тут вообще было бы желательно обратиться к дерматрологу, это не нужно бегать каждые полгода, но обратиться к дерматрологу и выяснить его рекомендацию, стоит ли вам с вашими родинками, папилломами и прочими, допустим, какими-то образованиями валяться на солнце, потому что достоверно известно, сильное излучение солнечное способствует развитию всевозможных новообразований, и в частности, и, дай бог, онкологическое. У нас еще один звонок, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а можно ли загореть в темноте, если есть источник ультрафиолета, но света нет? В темноте можно ли загорать, как вы думаете? Спасибо. Не, ну это совершенно верно. Нету света видимого диапазона, но, может быть, свет диапазона для нас невидимого, ультрафиолетового. И мало того, что загореть, вы сгореть можете, даже не понимая, что произошло. Тут, кстати, хотелось бы перейти от кожи к другому важнейшему нашему органу, это глазам. Дело все в том, что наши глаза, северные, в первую очередь, наши глаза очень плохо переживают вообще воздействие синего цвета, вот этого диапазона, и, естественно, ультрафиолета. Почему я говорю, обращая внимание на синий цвет? С этим столкнулись американцы, которые, это как и нация морская, они столкнулись с тем, что люди, которые долго смотрят на синее море, допустим, смотрящие, у них возникают проблемы со зрением очень быстро. И это через определенное время после исследований показало, что да, их глаза страдают, причем страдают очень сильно. Во-первых, с одной стороны нервные окончания, а с другой стороны развивается катаракта, то есть пометнение хрусталика. Ультрафиолет, это, допустим, с этим сталкивались сварщики, потому что смотреть на вот эту электрическую дугу через пластмассу, через целлулоид, которая вроде бы от яркого света защищает, но она не защищает от потока ультрафиолета. И вроде бы человеку кажется, что все нормально, но на самом деле ничего нормального нет. Поэтому, кстати, говорят, что не нужно смотреть через пластмассу на Солнце во время солнечного затмения, потому что ультрафиолетом ваша штучка не защитит. Еще одна страшная вещь – это дешевые пластмассовые солнцезащитные очки. Вы их одеваете, вам все темно и хорошо, и вы считаете, что вы закрылись, защитились от ультрафиолета. Но дело все в том, что глаза, зрачки раскрылись, ваши глаза абсолютно незащищенные, ультрафиолет выжигает ваши глаза потихоньку. Единственная правильная защита – это либо носить очки стеклянные, либо современные существуют пластики, которые как раз и обозначены, что они экранируют ультрафиолетовое излучение, но такие очки копейки стоят никак не могут. И нужно купить настоящие очки, лучше всего, по моему мнению, так в оптике, и хранить их бережно. То есть вот эта идея – одел очки на один день, может быть, ничего, конечно, не случится, но если носить систематически вот такие вот пластмассы темные, то это только вред вашему здоровью. Да, еще один звонок сразу. Здравствуйте. Доброе утро, Константин. А можно вопрос чуть-чуть не по теме, но тоже, что волнует очень американцев. Еще в начале недели, подумал, будет передача, позвоню вам, спрошу. Вы, как ученые, можете нам корректно и правильно опровернуть тот факт, что коронавирус вышел все-таки из пробирки, о чем сейчас как бы печется вся Америка? Ой, вы знаете, вот тут как раз мы переходим в область науки, которая весьма далек. Это нужно обратить, вот, допустим, можно посмотреть в Фейсбуке, об этом писал известный тоже популяризатор биологических наук Панчин. Посмотреть его. У него очень большая статья, опровержение статьи Латыниной, в которой она как раз поддерживала эту теорию искусственного происхождения вируса. Он очень подробно по пунктам разбирал, где там существуют передержки. Мне его материал понравился, потому что он доказательный, там понятно, что вот он. И главное, он сам разбирается в том, о чем он говорит. Вот это очень важная вещь. А так вот сказать о том, я вообще думаю, что мы просто слишком много о себе, очень высокого о себе мнения, что вот мы можем природу конструировать, переделывать там все. Ах, какие мы могучие и обязательно вот. Очень самое главное, что мы можем делать многие вещи, плохо понимая до конца, как вообще работает природа. У природы был миллиард лет с лишним на то, чтобы вообще создать жизнь, даже больше, господи, два миллиарда. А примерно 600 с лишним миллионов назад она взяла и создала хищника-жертву, и потом природа понеслась вскачь. И вот только представьте себе, что, как это все развивалось. Только сейчас мы начинаем понимать, почему, например, на соседней Венере температура плюс 400 в атмосфере, а на Земле вот такая, какая она есть сейчас. И никому в голову долго не приходило, что смотреть надо не на, допустим, даже не на наличие вулканов или отсутствие, или углекислый газ, а на то, что у нас по Земле материки движутся, а на Венере они вообще не могут двигаться, их там нет. Поэтому вот это как раз очень важный момент, много всяких деталей, и поэтому я комментировать биологические вопросы как раз не возьмусь. А у меня вопрос, скорее вот еще связанный с, возвращаясь к солнечной погоде, к загару, крем, который для кожи, насколько защищает нас от ультрафиолетового излучения, и как его правильно использовать? Какой? Вообще получается такая вещь. Крем хороший, вроде который испытывался, тестировался, и доставил, в общем-то, известно, уже есть практика его применения, то он, конечно, защищает, потому что, как мы знаем сейчас, особенно в эпоху социальных сетей, очень легко испортить репутацию, если взять и сказать, вот купила крем такой-то марки, ничего не помогает. Очень скоро найдутся фолловеры, которые скажут, и мне не помогает. В общем, короче говоря, информация о том, что какой-то крем полная ерунда, она разойдется быстро. А с другой стороны, люди мало пишут, когда им что-то помогает, это естественно. Но, во всяком случае, если вы какой-то марки крем видите, что никто ничего про него особо-то не критикует, и вроде там все нормально, то да, вот это один из вариантов выбора хорошего крема. Надо заметить, что, например, можно в литературе найти информацию о том, что темная кожа людей из экваториальной Африки действует так же, как крем 15 баллов защиты. Вот как вот эта у нее градация, у крема, да, есть. Вот фактически как крем 15 баллов. То есть практически можно такую же защиту получить, как если бы у тебя была темная пигментация кожи, да? Кинетически, если бы вы были чернокожим человеком с черными волосами и с синей-черной кожей. То есть надо сказать, что по большому счету природа, она, конечно, с нами сделала интересную штуку. Она, поскольку у нас есть разные климатические зоны, она отобрала, жестоко, но отобрала людей, максимально адаптированных к каждой климатической зоне. Это сейчас мы стараемся перемешаться, но, в принципе, ход действий природы довольно-таки понятен. Ну, наверное, заканчивая, хотелось бы всем пожелать, чтобы следующая неделя действительно была хорошая, чтобы вы могли замечательно провести эти дни. Но не нужно. Нужно учитывать, что сейчас обилие ультрафиолета имеет очень положительное влияние в плане эпидемиологической ситуации. Потому что вирусы, они разрушаются этим самым потоком ультрафиолета. Он разбивает их вот этими мощными своими квантами на часть. Они рассыпаются в порошок. И, ну так, условно говоря, и поэтому как раз пребывание на свежем воздухе сейчас в солнечные дни... Никто ж не говорит, что вы должны торчать обязательно под солнцем. Находитесь в теньке, оденьте штамбреро. Вот, кстати, не случайно мексиканцы эту шляпу изобрели такую широкополую. И будет вам здоровье и прекрасное настроение. Не забывайте, ультрафиолет стимулирует образование эндорфинов в организме. И люди, которые живут в солнечном климате, и это доказано всеми, гораздо более энергичные, жизнерадостные и веселые. Константин Ранц и программа «Климат-контроль». До встречи в следующую пятницу. Спасибо, хорошего дня. Вы слушаете «Радио Болткома». Хочешь выиграть 100 евро? Зайди в свой профиль via SMS LV, и ты автоматически будешь зарегистрирован на ежедневный розыгрыш. Все верно. Каждый день один победитель получит 100 евро в подарок на свой банковский счет. Условия акции ищи на сайте viaSMS.lv. Эластичный заем. Банана. Помидора.